Друзья, всем привет! Вы на канале Векшита. Очень часто под нашими роликами пишут, что образование в Советском Союзе было лучше. Но есть и другая точка зрения. Так вот, друзья, сегодняшний ролик будет именно об этом. Пять одинаковых вопросов, подчеркиваю, вопросов школьной программы, и на них ответят люди с советским образованием и ребята, которые прямо сейчас учатся в школе. Друзья, все объясню, каждому желаю приятного аппетита, приятного просмотра, и мы погнали работать. Ну, учусь я в школе, я закончил, получается, восьмой класс, ну и все, в принципе, что могу сказать. Я, ну, не сказать, что прямо увлекаюсь, но увлекаюсь химией. Всем привет! Я Степа, футболист из Екатеринбурга, живу своей мечтой и хочу стать профессиональным футболистом. Зовут Андрей, 14 лет. Мое призвание, я считаю, это театральное искусство, хочу построить на нем жизнь, хотя заниматься этим начал только недавно. В целом, все, что нужно узнать. Но чай, чай люблю, обожаю, чай это святое, это не могу без внимания оставить. Я занимаюсь хореографией. Раньше ходила на вокалы в театральную студию. Всем привет! Я Артем, я металлист, да. Мне 13 лет, на удивление. Вот, все. Меня зовут Алина Пушкина. Я живу в Екатеринбурге почти 20 лет. По образованию учитель музыки, но никогда не работала. Ну, выпускник ВМК. Сейчас работаю аналитиком в IT-компании. Меня зовут Сергей. Я живу в Москве. Мне 57 лет. Школу я закончил в 1981 году. Меня зовут Олег Николаевич. Это для моих школьников, потому что я педагог. Педагог дополнительного образования. 50 лет мне будет в этом году. 49 сейчас полных. Мне 55 лет. Я родился и вырос в Москве. Здесь же учился. И сейчас работаю на природной территории в парке. Парк называется Кузьминки. Работаю экологом. А сейчас современные школьники скажут, что они знают про образование в СССР. Ну, ну, знаете, примерно, ну, смотря какие-нибудь тиктоки, вот истории, люди говорят, что в СССР образование, очевидно, было лучше, потому что, ну, там учителя были прям такие, закаленные, можно сказать. Что левши обычно переучивали, потому что думали, что когда ты пишешь левкой, думаю, что это какой-то недуг, а я как раз левша. Меня тоже как-то насягала эта тема. Иногда, что хотели быть, что родители думали, что я хочу быть правшой, но они будто бы такого, не знаю, как это все рулировать. Ну, явно было много умных людей в то время, наверное. Ну, я знаю, что раньше был предмет черчения, то есть была отдельная геометрия, был отдельный предмет черчения. Ну, если честно, я ничего не знаю про образование в СССР, но я слышал от бабушек, что оно там строго какой-то был чересчур. Еще я знаю, что пропускали то ли четвертый, то ли третий класс раньше. Не знаю почему, все еще удивляюсь. Сколько человек пыталось вытащить репку в известной сказке? Ну, для разгона, да. Бабка за детку, детка за репку, бабка за детку. Там кто-то мелкий, по-моему, был сейчас. Сказка, репка, вспоминаем. Сколько человек, да, сейчас я посчитаю. Что-то там, не помню, внук-то был или внучек? Мышка за жучку, пять. Ну, пусть бы два. Ну, человек трое. Внучка, бабка и детка. Я думаю, трое человек. Без жучки, жучка-собачка. Давайте. Детка, бабка, внучка, жучка. Три. Как вы думаете, ребята, которые вы сейчас читали, этот сам? Репку-то? Ну, конечно. По крайней мере, если не сами читали, то уж родители должны были читать. Ну, четыре. По-моему, там еще кот и мышка. Шесть. Или пять? Пять. Шесть. Я думаю, шесть. Семь, допустим. Так, сейчас. Бабка, ветка, мышка, собачка. А, человек. Три. Бабка, детка, внучка. Вроде все, трое. Три. В честь какого агрегатного состояния воды названа Исландия? Ну, вероятно, пар, потому что там... Гейзеры. Лед. Агрегатное состояние. Агрегатное состояние вещества, это, ну, три состояния есть. Жидкое, твердое, газообразное. Айс, потому что это снег. Агрегатное состояние. Твердое. Все? Твердое агрегатное состояние. Твердое существование? Твердого. Ну, допустим... Ну, не вода точно. Ну, это не точно. Я не знаю. Я не понял вопрос. Ай! Айс. Лед. То есть, твердое состояние. Лед. Твердое агрегатное состояние воды. Что является графиком функции y равно kx плюс b? График. Да, блин, я учусь плохо. Ну, чё вы... Ну, на бумаге я бы ответил. А так надо подумать сейчас. С километрией плохо. С алгеброй тоже. Да я не помню. Так, kx плюс b? Это не парабола. Самый элементарный график функции какой? График функции... Сказал, что плохо учусь. Прямая линия. Правильно. А, отлично. График, в смысле, парабола там или гипербола, да? Это просто геометрия. Я прогуливал всё, что можно. Ещё разок. Ничего не понял, потому что... Ну, парабола, наверное. Ну, я... Ну, вверх, если... Я... Ну, вообще без вариантов, по-моему, поэтому на... На... Авось. Парабола какая-нибудь. Kx плюс b? Ну, это прямая смещённая. Прямая линия? Прямая. А-а-а-а. Ну, ладно. Афины. Столица какого государства? Ну, Афины. Жаркая страна. Ну, что у нас из государств есть таких? Рим. Вот это поворот! Афина, 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 Афина. Италия. Грет. Афины. Греция. 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 Греккий вопрос. Лёгкий. В Греции не бывали? Бывало. А, ну, тем более. В Афинах бывало. Греция. 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 У вас, допустим, было возможности путешествовать меньше. А сейчас, наоборот, больше. А знание географии деградирует? Ну, я бы не сказал, что было очень мало возможностей путешествовать. Потому что, потому как именно, скажем так, уже на достаточно сознательный возраст пришлось то время, когда можно было путешествовать. Путешествований достаточно много, скажем. Мы, ну, по крайней мере, мои дети-то знают. Кто отменил крепостное право? Николай II, по-моему. Так, это у нас 1861 год. А вот кто? Сейчас вот. Так. Сейчас, 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 сейчас. Это 17-й век. Ну, ладно. Нет. Как-то не помню. С истории хреново. Ну, в Питере его карету расстреляли, эти... Александр, да? Александр. Второй. Александр II. Ну, не Николай, наверное, а все-таки Александр, Александр. Может, второй какой-нибудь. Царь. Александр II. Пётр I. Нет. Пётр I. Нет, Иван Грозный. Топ-топ-топ. Не Пётр I, нет, не он. Это не я. Ой, он же его установил или нет? Нет, нет. Иван... Иван III? Иванич... Нет. Это кое было у нас вот 1800. Всё-таки, я думаю, Пётр I. Не знаю, но... Ну, человека дома называли Сашей. Угу. Ну, кто-то отменил, блин, ну... Участники с образованиями из Советского Союза скажут, что они думают о современном образовании. Я думаю, что современное образование, оно... Немножко зеркально советскому образованию. То есть, если в советском образовании технические науки, естественно, научные, преподавались с перебором, то есть, на полную катушку в человеку вбивали вот это всё, а социальные науки наоборот, то есть, ну, они мало соответствовали действительности экономика, там, социология, политология, то есть, всё это, ну, это всё равно, чтобы было людям сказать, что земля плоская. Сейчас мне нравится образование. Если бы не было давления со стороны учителей. Ну, я считаю, что оно сейчас значительно хуже, чем было в советское время. Почему? Ну, потому что вот сама концепция ЕГЭ, она портит образование. Потому как дети сейчас стараются выучить набор определённых ответов, а не учатся мыслить логически. Ну, что касается ЕГЭ, я думаю, всё-таки рано или поздно от него уйдут, вернутся в прежнюю систему экзаменационную. Система образования однозначно была советская лучше. Вспомним эти сочинения, изложения, диктанты. Ну, конечно, оно больше сейчас, если раньше был упор на гуманитарные предметы и такое гуманитарное знание, потому что, ну, устные экзамены и так далее, да, письменные там сочинения и так далее, сейчас больше упор на ЕГЭ, то есть это вот эти тестовые опросы.